Всем привет! Сегодня разбираем очередные советы от Скотта Мэйерса. И данный совет из его книги, которая написана уже не один год назад, это 55 верных советов улучшить структуру и код ваших программ. И сегодняшний совет у нас будет следующим. Называется он так. Никогда не вызывайте виртуальные функции в конструкторах или деструкторах. Если вы вызываете виртуальные функции во время работы конструкторов или деструкторов, эти вызовы будут делать не то, что вы думаете, и результат их работы вам может не понравиться. Но давайте рассмотрим простенький пример. Так, у меня на всякий случай... Ну, я это уберу даже. Вот. К примеру, создадим... Давайте я напишу и вам потом покажу. Вот. Смотрите. Есть базовый класс Base. И конструктор, понятное дело, все у него хорошо. И у нас есть функция чисто виртуальная init. Вот. И в этом конструкторе мы будем вызывать эту инициализацию. И мы якобы вот таким вот способом пытаемся сделать следующее. Заставить всех наследников перекрывать эту функцию, то есть заставлять ее реализовывать и описывать свой способ инициализации. Ну, здесь как минимум сразу компилятор выдает предупреждение. Вот. Вызов чистой виртуальной функции с конструктором. Но. Не все компиляторы могут дать на это предупреждение. Хоть это и обнаружить легко. Более того, к примеру, мой компилятор это даже не соберет. Если я попытаюсь создать объект базового наследника. Вот. То есть в этом случае при компоновке я получу ошибку. Вот. Но. Но. Не все компиляторы это могут делать. Поэтому здесь нужно быть аккуратным. Почему? Смотрите. Конструирование объекта начинается с базового класса. То есть когда работает конструктор базового класса, он ничего не знает о наследнике. Соответственно, когда мы вызываем оператор new и создаем объект child. То, как мы видим, сначала у нас работает конструктор вот этот. И идет попытка вызова функции init. Но init еще функции нету. Так как она перекрыта в наследнике. Соответственно, те компиляторы, которые это пропустят, вот, соберут это все добро. Не выдадут никакого предупреждения. То вы сможете получить либо неправильные результаты, либо вообще программа упадет. Но давайте сделаем немного по-другому. Давайте сделаем вот так. Будет у нас функция init. Которая внутри себя уже будет вызывать какую-то виртуальную функцию. virtual void init virtual. Попробуем наш компилятор немножко. Ну, такое тоже может быть, да? То есть мы вызываем обязательно функцию инициализацию. То есть это неявный, но все равно вызов вызов виртуальной функции. Теперь давайте попробуем собрать. Как мы видим, уже все, уже компилятор это не обнаруживает. И нет никакого предупреждения. И мы радостно продолжаем писать код d. Ну, давайте сделаем вот такую штуку. Создадим, объявим член класса, ну, создадим перемену типа int. И ma там какой-то. И функции void init попытаемся в ma равно, ну, присвоить какое-то значение. Вот. И теперь давайте попробуем, запустим. То есть это вы обнаружите. У меня, допустим, сейчас упадет. У вас, ну, не знаю, что за компилятор. То есть проверьте. Первый вариант. Вот этот вариант проверьте. Вот. И если что, отпишите результат. Вот. У вас может быть, у вас может не упасть. У вас все может работать. Ну, давайте попробуем. Точки останова расставим и запустим. Что происходит в этом случае? Правильно вызывается конструктор сначала базового класса. Дальше вызывается функция, и в ней чисто виртуальная функция. И пытаемся выполнить, что я получаю падение программы. Почему? Только потому, что вызывается функция. А эта функция обрабатывает объект child, который должен быть создан. То есть по факту, вот этот ma еще не создан. Потому, что работает только конструктор базового класса. Когда он полностью отработает, перейдет к работе конструктора наследника. И только тогда уже вот эти объекты, вот эти перемены, они уже будут созданы. Они будут инициализироваться. А вот в этом случае, вот этих данных еще нет. Ни объектов, ничего нет. Соответственно, идет попытка обратиться к чему-то, непонятно к чему. И, соответственно, мы получаем падение программы. Вот. Но если так запустим, то все равно у нас, у меня в данном случае, происходит падение. Но сборка. Со сборкой все хорошо, а вот с выполнением программы все плохо. И какая может быть ситуация? Может быть один базовый класс и много наследников. И это может быть уже написано, создано. И со временем в основную часть программы, то есть в алгоритмическую, там где все это выполняется, начинаются вот такие вот добавления. И происходят или неожиданные результаты программы, или программа почему-то начинает падать. И можно долго времени убить на поиске ошибок. Вот. Поэтому запомнили. Никогда не вызывайте чисто виртуальные функции. Явно или не явно. Явно это было в предыдущем примере. Сейчас это не явно. То есть посредством все равно вызова функции нашей базового класса, в которой вызывается виртуальная функция. Ну и аналогично для деструкторов. Когда начинает работать деструктор, опять-таки, базового класса, и если там будет вызвана, ну вот в данном случае, чисто виртуальная функция, то конструирование у нас начинается как с базового класса, конструкторы, потом наследников, и так далее по дереву иерархии. Разрушение начинается в обратной стороне. Сначала базовый деструктор работает, потом... Ой, точнее, сначала деструктор наследника, а только потом деструктор базового. Соответственно, когда происходит вызов в деструкторе, чисто виртуальной функции, то на этом этапе объекты наследника, то есть вот эти, их уже нет. Они уже уничтожены. Вот. Ну давайте запустим. Отработало все хорошо. Ну, в данном случае здесь падать, конечно, уже, наверное, не будет. Да, не будет. Вот. Но... Ну да. Почему не будет? Потому что я не вызываю, не удаляю этот объект. Вот. Сейчас посмотрим. Ну, упало. Раз. И давайте вот это. Ну, это чисто гадание, как говорится. Можно на кофейной гуще гадать. Упадет или не упадет. Вот. Но это в корне неправильно, потому что на этапе работы этой функции, а это деструктор, данных, то есть этого объекта уже просто нет. И более того, как бы базовый класс и не должен предполагать, что есть какой-то наследник. Так. Соответственно, и функции вот этого и не чисто виртуальной, которая перекрыта в наследнике, ее как бы не то, что нету, но она не может работать уже с каким-то объектом, которого уже нет. Ну, короче, где-то так. Вот. И что же делать, спросите вы? Когда, ну вот, вот кровь из носу, но надо вот так вот сделать. Ну, 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 перепроектировать где-то класс. Вот. Если прям в конструкторе, вам нужно вызывать какие-то инициализирующие функции. Ну, если вам нужно что-то, чтобы инициализировалось в каждом наследнике по-своему, то, ну, я даже не знаю, но как минимум, вот как Scott Mayer советует. Ну, я так иногда, конечно же, делал. Вот. Для этого, для этого, для этого. То есть для чего мы заставляем программистов перекрывать функции? Да, вот эти вот. Для того, потому что у нас наследники чем-то отличаются. В данном случае, если они отличаются инициализацией, значит, они же что-то инициализируют. Это child A будет, к примеру. Потом child B и child C. То у них особый способ инициализации. Но, значит, что-то же они инициализируют. Значит, возможно, имеет смысл описать что-то по типу того. Init.conf. Вот. Вот так вот. Conf. Какой-то классик, который будет содержать начальные там конфигурационные данные. Ну, или там проинициализированные какие-то данные, которые отличаются у наследников. И сделать что-то вот типа вот такого. Ну, и скопировать, да. А все, все, все у нас наследники. Ну, в данном случае, давайте попробуем вот это добро собрать. Оно вот здесь, в данном случае, уже не собирает. Так как предполагается, что в базовый класс мы должны передать какую-то информацию. То есть, в конструктор. Так. Вот. Соответственно, вот здесь. Child. Так. Так. Base. Передаем какую-то конфигурацию. Там же conf. Conf. К примеру. А это же conf. Может быть еще, еще, еще. Ну, не глобальной переменной, а каким-то объектом-одиночкой. Ну, давайте вот это. Это чисто схематически. Здесь же conf. Так. Вот. Вот. Сейчас. Так. Ну, да. Я что-то забыл. Это же конструктор. Вот. Что-то типа такого, по идее. Вот. Дальше. То есть, это может быть каким-то объектом-одиночкой. Мы можем передавать, либо же мы можем какие-то, если это конкретно конфигурационные файлы или какие-то настройки, которые будут касаться отдельно, ну, вот, каждого наследника, у каждого наследника там свои, своя конфигурация, свой конфигурационный, к примеру, стринг, да. Ну, способ подключения к базе. Ну, тогда это можно сделать другим способом. В конструктор базового класса передавать, к примеру, эту строку. Вот. У каждого наследника она своя. А базовый класс, он базовый. Он должен как-то там установить соединение. Либо как-то это раскидать. Конф. Вот. Соответственно. Соответственно. Вот здесь, к примеру, объявить это статик перемены. С, стд, тринг, м, конф. Вот. Вот, вот так вот. Ну, и проинициализировать для каждого наследника. Например, равно вот, вот так вот. И передавать вот эту там конфигурационную там строку на базовый класс. Соответственно, в иерархии всякое наследование. То есть, у нас есть childA. Вот он. Дальше. Дальше. ChildB. Вот, есть различные наследники. Вот. И для каждого конкретного наследника мы определяем свою там конфигурационную строку. Вот. И на основе этой строки у нас базовый класс работает, отрабатывает и все обрабатывает. То есть, это один из способов. Но эту проблему нужно решать на самом начальном этапе. Никогда не вызывать явно или не явно чисто виртуальные функции. Да и не только чисто виртуальные функции. Просто виртуальные функции. Вот. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Читаем книги Скотта Мэйерса. Комментируем. Делимся. Лайкаем. Ну и все такое. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok